Здравствуйте, с вами Павел Животягин и продолжаем изучать светильники и в этом уроке поговорим о постобработке. В масштабе данной сцены, конечно, громко сказано постобработка, но тем не менее будем доводить изображение, полученное в 3D Max, в Photoshop. Для этого я сделал вот такую сценку, то есть это просто параллелепипед, внутри него стоит такой цилиндрик, немножко доработанный, назначенные материалы и сделал две лампочки. Я эту картинку уже раскрасил и, собственно, получилось у меня вот такое изображение. И давайте мы теперь из него сделаем что-нибудь более интересное. То есть у нас вот эта часть, она на самом деле в реальном мире будет выглядеть не так. То есть вокруг этой лампочки должен быть ореол, еще какие-то линзовые эффекты и вот этим мы сейчас и займемся. Для этого нужно с этой сцены кое-что сделать. То есть у нас вот она есть лампочка, на нее назначен материал вот такого вида. То есть мульти-саб-обджект материал, два подуровня, здесь у нас обычный V-Ray Light материал и здесь у нас обычный материал Chrome. Вот так вот он выглядит. И, собственно, что нам нужно сделать, это для того, чтобы работать вот с этой плоскостью, чтобы ее в Photoshop не обводить потом вручную, давайте мы вот для этого материала сделаем канал первый. Добавим рендер элемент в виде V-Ray Material. Вот он он. Окей. Все, он у нас добавился. И теперь давайте раскрасим, что у нас получится. Итак, мы получили изображение. И, собственно, если вы красили в V-Ray, то нас интересует вот эта закладка. Вот эта. Если вы красили в обычном 3D Max, после того, как вы добавили рендер элемент, у вас просто раскрасились две картинки в разных окошках. Так, нас интересует вот это изображение. Мы его тоже сохраняем. Закрываем. И, в принципе, все. 3D Max нам больше не понадобится. Давайте перейдем в Photoshop. Открываем в Photoshop оба изображения. То есть вот это и вот это. И копируем вот эту картинку сюда. Ну и, собственно, вот из этой картинки нам теперь нужно сделать черно-белую. То есть мы заходим в Image, Adjustment и, например, Huey Saturation. И здесь средний бегунок убираем до конца влево. Изображение у нас становится черно-белым. И теперь мы просто делаем автоконтраст. Это можно сделать либо, опять же, через меню Image, Adjustment, либо нажать комбинацию клавиш Ctrl-Shift, Alt и L. Или английское. Вот таким образом. Собственно, теперь выбираем инструмент Волшебная палочка, щелкаем по черным пикселям и просто удаляем, как не нужно. Таким образом, у нас осталась только вот эта часть. И теперь, в принципе, очень легко с ней работать. Мы просто два раза щелкаем по иконке слоя и открывается вот такое окно. Layer Style. И здесь нас интересует параметр Glow. То есть мы его выставляем и обратите внимание, как изображение сразу меняется. Собственно, здесь ничего сложного нет. Параметр Apacity – это непрозрачность, то есть насколько у нас наше свечение будет активным. Далее здесь мы выбираем цвет. Пусть желтый остается, непринципиально. И вот в этих двух параметрах, собственно, то, что нам и нужно. То есть мы здесь ставим параметры свечения, так сказать. И здесь, в принципе, вы на глаз выставляете то, что вам нужно. Ну, я поставлю вот так. На всякий случай поставлю Inner еще. То есть внутреннее свечение. Окей. И вот таким образом у нас получается вот такая картинка. Разумеется, эти параметры вы настраиваете на свой вкус. Тем более, что это зависит, какого размера лампочка у вас в сцене. И теперь еще хочется показать еще один эффект. Для этого мы вот этот слой сдублируем. Комбинации клавиши Ctrl J. Слой скопируется. Здесь мы выберем черный. И просто зальем этот слой черным цветом. Так, это нас, в принципе, больше не интересует пока. И теперь заходим в фильтры, рендер и лендс флея. Заходим. У нас открывается такое окошко. И здесь разные параметры нам позволяют выбрать разные линзовые эффекты. Ну, мы давайте возьмем вот этот 35 миллиметров. Фотоаппараты у нас очень часто именно с таким параметром фотографируют. Либо 50-200. Поставим куда-нибудь сюда. Причем, обратите внимание, в зависимости от того, как я двигаю вот этот элемент, у нас вот этот блик тоже меняется. Он зависит от угла. Лампочка у нас была практически в центре. Давайте сюда ее и поставим. Окей. И получили вот такую штуку. Теперь, собственно, нам нужно ее сделать прозрачной. Мы заходим вот в эту закладку. Здесь мы выбираем тип прозрачности. Открываем и выбираем скрин. То есть экран. Черный у нас цвет пропадает. Остается только свечение. И теперь мы просто обычным способом берем и инструментом перемещения двигаем нашу лампочку так, чтобы она встала в центр светящейся области. Далее мы включаем снова этот слой. и получаем вот какое-то такое изображение. Если вас не устраивает, что... Мне вот кажется, например, что вот это свечение немножко диссонанс вносит. То есть у нас зеленая такая картинка и он красного цвета. Это можно спокойно опять же в окне Hue Saturation взять и сделать смещение цвета. Так, как вам хочется. Я поставлю вот какое-то такое. И получается вот такое изображение. Вот такая сцена у нас была. Вот такая стала. Я думаю, так получается гораздо интереснее. И если у вас в сцене достаточно много источников света, то с помощью этих эффектов вы можете добиться более интересных результатов. Ну и здесь еще хочется обратить внимание на пару вещей. Во-первых, почему я добавлял вот этот фильтр на черные изображения, а не сразу применил к картинке. То есть я же мог это сделать вот таким образом. Перейти на этот слой, зайти в фильтры, рендер, lens flare и сразу вот сюда вот применить. Грубо говоря, вот так. Но это неудобно. Почему? Потому что вот это окошко очень маленькое и здесь нельзя масштабировать. И поэтому очень трудно спозиционировать вот этот вот курсор именно в то место, в которое нам необходимо. То есть достаточно проблематично сделать так, чтобы наша вот эта светящаяся зона находилась четко в центре вот нашей этой области. Ну вот, вроде бы попали. Как-то так. Окей. Ну вот да, повезло. Вот. А вообще, в принципе, это сделать достаточно сложно и гораздо проще вот назначить это на какой-то черный фон и потом этот фон просто убрать. Более того, если мы даже не попали, мы просто этот слой можем спокойно двигать куда нам нужно и всегда будем получать тот результат, который нам необходим. Так, давайте отмину сделаем. Вот. И второе, что хотелось сказать, это помимо вот этого фильтра можно использовать уже готовое изображение. То есть у меня вот есть такие картинки. Скачал из интернета откуда-то. Вот. И в принципе мы спокойно можем любое изображение подобного рода скопировать. Например, вот это. Точно так же вставить на наше изображение. Спозиционировать так, как нам необходимо. Вот это уберем теперь. Вот так. И точно так же убрать черный цвет. потом точно так же сделать смещение, если это нужно. И поскольку наша картинка находится на вертикальной оси, линзовые эффекты должны вертикально располагаться, а у нас под наклоном. Если это принципиально, вы можете просто вот этот слой развернуть так, как вам нужно. То есть мы нажимаем комбинацию клавиш Ctrl-T и просто поворачиваем нашу картинку таким образом. Далее снова выставляем куда нам нужно и щелкаем два раза левой кнопкой мыши. В принципе этот слой даже перебил наше вот это свечение. В нем теперь особого смысла нет. Если мы убираем все слои, оставляем старое изображение, у нас вот такой результат получился. Включаем вот такой. Вот на мой взгляд наверное сильно пересвечено. И тут можно точно так же например отмасштабировать, если вам кажется, что эффект слишком активный. так и вот сразу проявился такой артефакт. эта граница это наша картинка. Это означает, что в этих местах у нас пиксели не совсем черные. То есть если мы поставим сделан непрозрачный вот вот эти пиксели не черные. И для того, чтобы они стали абсолютно прозрачными, они должны быть абсолютно черными. То есть значение цвета в них должно быть RGB все по нолям. Этого добиться очень легко. Мы нажимаем комбинацию Ctrl L открывается окно редактирования уровней и здесь щелкаем по кнопке с черной пипеткой и просто указываем любой пиксель на границе нашего изображения. Щелкаем изображение видите поменялось график немножко пересчитался нажимаем ОК теперь заходим снова выбираем скрин и вот обратите внимание границы больше нет. Вот так. Если в вашей коллекции много подобных изображений то для каждого случая вы можете подобрать более адекватный и вообще не пользоваться фильтром. Но если фильтр вам понравился больше можете применять его. На всякий случай показал вам оба способа так что пользуйтесь и на этом наверное все что я хотел рассказать в этом уроке. На этом урок давайте закончим и увидимся на цифромагазин.com цифромагазин. Продолжение следует...